Благодатный огонь в эти минуты ждут в предпасхальной Москве. Путь святыни в России начинается в Иерусалиме под сводами храма Гроба Господня. Сегодня днём в половине третьего тишина сменилась радостными возгласами паломников со всех концов планеты. Благодатный огонь сходит в часовне внутри храма, сооружённый, как считается, над местом погребения Иисуса. От свечей в руках патриарха Иерусалимского Феофила тысячи верующих, которые молились несколько часов, зажигают свои свечи и лампады. И вот уже всё залито светом пламени, который не обжигает в первые минуты. Самолёт с капсулой, внутри которой частица огня, приземлится в российской столице уже меньше, чем через час, незадолго до того, как патриарх Кирилл начнёт главное пасхальное богослужение Русской Церкви в храме Христа Спасителя. Там сейчас работает наша съёмочная группа, к нам присоединяется наш корреспондент Александр Черепнина. Александр, здравствуйте! Что у вас происходит в эти минуты? Добрый вечер! Частицу благодатного огня мы ждём совсем скоро здесь, в храме Христа Спасителя. Его должны доставить к началу крестного хода, который, как известно, предваряет пасхальное богослужение. Вот спецрейс из Израиля сейчас в пути. До начала пасхального богослужения ещё больше двух часов, но уже сейчас у главного храма страны стали собираться верующие. Как известно, храм вмещает из себя около 10 тысяч человек. И вот по таким большим церковным праздникам он всегда заполнен. Многие приходят семьями, кто-то приезжает из других городов. Великий праздник, Пасха. И все люди у нас православные, хотелось бы во Господе встретить в любви, именно к Богу. И вот сам праздник, сам дух, естественно, в храме Христа Спасителя. Предвкушение праздника. Уже мы дома к нему готовились заранее. По традиции давным-давно ещё бабушка моя в советские времена. Для нас это был очень такой яркий, очень счастливый день. С детства запомнилось. И вот как результат мы сегодня наконец сюда попали. Я очень счастлива. Праздник Воскресения Христова предваряет богослужение Великой Субботы. Сегодня утром священники уже поменяли чёрные ризы на белые облачения в знак того, что праздник близко. Здесь, в храме Христа Спасителя, утреннюю службу провёл патриарх Кирилл. И после он поздравил всех с наступающей Пасхой. Я всем вам желаю сохранить ваши силы, несмотря на суету предправственного дня. для того, чтобы и умом, и сердцем в полной мере пережить радость Воскресения Христова. И верю, что очень многие из нас обогатятся особым опытом сопереживания спасительного воскресения, что, несомненно, станет помощью нам и поддержкой на всех путях нашей жизни. Побывал сегодня патриарх и в других московских храмах, в храме святителя Иова на Можайском шоссе и в храме иконы Божьей Матери Знамени в Кунцеве. И там и там он осветил пасхальные угощения. Крашены яйца, куличи, творожные пасхи. Верующие сегодня весь день несли в церкви. Сегодня оканчивается Великий пост. И согласно церковным канонам, именно освящение пищи даёт благословение на её принятие. Я красила яйца своей мамой, и мы в тарелочки сыпали порошок, а потом горячей водой заливали. Мы брали ложечку и их красили. Мой первый кулич, не знаю, как он получился, сегодня будем пробовать. Здесь главное делать с любовью, чтобы тесто поднялось. Пасху родители иногда делают детям маленькие шоколадные яички, дети их находят и едят. Тебе такое, ты нашла такое яичко? Да. Любые традиции семейные, это всегда на благо семьи скрепляет. Всегда очень приятно вспомнить из детства такие события. Да, и у нас ещё сегодня новость, мы сегодня узнали, что мы ждём дочь. Да, третьего ребёнка, у нас два сына. Такой день сегодня особенный, ощущение праздника, счастья. Христос воскресе! Христос воскресе! А вот на Дальнем Востоке крестный ход и праздничная служба уже закончились. Хабаровский в Спасопреображенском соборе, он, кстати, на Дальнем Востоке самый большой, Христос воскресенье встречали больше трёх тысяч человек. Ну, а здесь у Храма Христа Спасителя продолжают собираться люди. Праздничное богослужение здесь возглавит патриарх Кирилл, и он первым сообщит верующим благую весть. Виталий? Александра Черепина из центра Москвы о том, как готовиться к Пасхе. Ну и добавлю, праздничное богослужение в Храме Христа Спасителя будет в прямом эфире транслировать первый канал. Начало в 23.30 по московскому времени. Продолжение следует...